Вот уже более 50 лет Александр Масляков является ведущим программы КВН. А знаешь почему? Шоу «Веселых и находчивых» без него представить просто невозможно. Однако в адрес заслуженного деятеля искусств все чаще звучит критика со стороны бывших игроков и поклонников. Еще в начале 90-х Александр Васильевич вместе с супругой учредил компанию «Амик», которая занимается производством выпусков КВН для Первого канала. Только съемка новых игр приносит семье телеведущего порядка 500 миллионов рублей каждый сезон. Разумеется, из предполагаемой выручки вычитаются расходы на производство и гонорары съемочной группы. Однако оставшаяся сумма все равно оказывается огромной. Производство контента для Первого канала далеко не единственный источник дохода Масляковых. Немногие знают, что еще в 97-м году Александр Васильевич зарегистрировал товарный знак КВН, которым никто не имеет права пользоваться без его ведома. Каждый, кто хочет принимать участие в юмористических играх, обязан заплатить немалую сумму. Взнос платится за каждую игру. Если учесть, что в КВН принимают участие десятки команд, сумма оказывается более чем внушительной. После оплаты коллектив получает свое распоряжение редактора, который помогает им в проработке материалов. Также компания АМИК регулирует, где будут жить юмористы во время гастролей и сколько это будет стоить. Масляков! Я приеду! Я вашу контору там на уши поставлю! Понятно вам? А? Масляков! Еще одна статья доходов семьи Масляковых – это процент с той суммы, которую КВНщики зарабатывают во время коммерческих выступлений. По слухам, отчисления могут составлять до 70%, но представители знаменитой династии эту информацию не комментируют. Ну что сказал? Я говорю, что вопросы не решаю, сейчас папу позову. Активы организации АМИК на 2017 год составляют более полутора миллиардов рублей. Невестка Александра Васильевича является учредителем компании КВН Сувенир и КВН Кафе. Таким образом, реальные доходы звездной династии куда крупнее, чем может показаться на первый взгляд. Все чаще появляется информация о том, что бывшие игроки КВН негативно высказываются о порядках, царящих в клубе веселых и находчивых. И потом один раз я поставил какую-то тройку, когда пришел на КВН. На меня так наехал Васильевич Александр Васильевич в антракте, что я тройку поставил. Типа, тут не принято. Те, кто не выдерживает давления, уходят в свободное плавание. Вы следите за Камеди Клабом? Нет. Я пытался посмотреть самые первые выпуски. Они меня не устроили. Мне стало даже немножко стыдно за КВНчиков. Однако желающих прославиться благодаря легендарному шоу меньше не становится. Поэтому и доходы мыслейковых продолжают расти. Отеебитесь, я святой. Как вы считаете, Александр Васильевич достоин по вложению своих трудов в таких доходов? Или он просто монополизировал отрасль развлекательных передач и стал тихим медийным олигархом? Пишите свое мнение в комментарии, делитесь видосиком с друзьями, вступайте в наши группы в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм, где удобнее будет вам. Все ссылки под видео. И подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok